Золотая книга Твери пополнилась новыми именами. Это два летчика времен Великой Отечественной войны, сражавшиеся на Калининском фронте. В эти дни это выглядит более чем логичным. Ведь столица Верхневолжья уже в четверг отмечают свой большой юбилей. 80-летие со дня освобождения от немецких захватчиков. Церемония внесения новых имен в Золотую книгу Твери всякий раз проходит в разных местах. На сей раз ее решено было провести в одном из залов Краеведческого музея. Ведь именно здесь открылась экспозиция, посвященная боям за Калинин и его освобождению в годы Великой Отечественной войны. А два человека, чьи фамилии вписали в эти страницы, имеют непосредственное отношение к событиям тех лет. В канун 80-летия освобождения нашего города, города Калинина, от немецких фашистских захватчиков, мы внесли в эту книгу имена двух героев-летчиков, имена Арсения Степанова и Евгения Пичугина, которые ковали великую победу своей судьбой, своей жизнью, своими подвигами. Как известно, Евгений Пичугин совершил свой подвиг непосредственно в небе столицы Верхней Волжья. По словам председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Генриха Левковича, который и сам был военным летчиком, до сих пор жив и очевидц того боя. Выполнял боевые задачи с аэродрома Игалова. И даже есть сейчас еще живые свидетели, которые говорят, что именно вот этот бой с немецкими бомбардировщиками и истребителями 109, он проводил в воздухе, они наблюдали. Конечно, может быть, это ассоциации уже какие-то, но люди действительно видели то, что происходило в небе над нашим городом. Внесение новых имен в Золотую книгу Твери имеет огромное значение. Это не просто увековечивание наших знаменитых земляков, отметил председатель городской думы Евгений Пичуев. Книга важна тем, что она дает возможность поколениям, нынешним, будущим поколениям, познакомиться с нашей историей, с нашей героической историей. В книгу внесены достойные люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона, страны и города. По окончании церемонии для всех участников провели экскурсию по этой недавно открывшейся выставке, экспонаты которой, кажется, еще хранят запах пороха и пожарищ декабрьских дней 41-го, в которой окончательно решалась судьба столицы Верхней Волжья.